МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Акмедова. Здравствуйте. Я и мои коллеги ознакомим вас с последними наиболее значимыми событиями. Вначале, в коротко главном. Испытание стихии. Непогода в очередной раз застала врасплох коммунальные службы Махачкалы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокая мода от страны гор. Дагестанские дизайнеры завоевали кубок на престижной всероссийской неделе моды в Ростове-на-Дону. Праздничная суета и приятные хлопоты. О том, как в Дагестане проходит подготовка к Рубамбайрам, расскажем в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальные службы Махачкалы, к сожалению, не выдержали очередное испытание непогодой. Дороги превратились в реки, повыбивало канализационные люки, образовались многокилометровые пробки. Ураганный дождь срывал строительные краны, крыши домов и ломал деревья. Перед водной стихией не устоял даже Махачкалинский международный аэропорт, крыша терминала которого стала течь. К меру своих возможностей городские коммунальщики среагировали на внештатные ситуации. Все службы были переведены на усиленный режим работы. Благо, обошлось без серьезных нарушений и жертв. В Хасавюртовском районе завершен ремонт автомобильной дороги Аксай-Чагратар-Буденовка. Она обеспечивает транспортную связь населенных пунктов и прикутанных хозяйств с городом Хасавюрт с выходом на автодорогу республиканского значения. В рамках ремонта проведены работы по усилению основания дорожного полотна, устройству асфальтобетонного покрытия, усилению обочин, ремонту системы водоотведения. Также на объекте проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе установка сигнальных столбиков, дорожных знаков и нанесена горизонтальная разметка. Дагестанские дизайнеры завоевали кубок на престижной всероссийской неделе моды, которая проходила в Ростове-на-Дону. Авторские коллекции представляли 30 участников – от опытных мастеров до студентов в профильных вузах. Коллекция наших модельеров состояла из 40 образов, отражающих элементы традиционной одежды и кавказский колорит. Встретилась с победителями и моя коллега Тамара Самедова. Ей слово. Давайте все вместе, дружно, девочки. Это наша награда, это ваша награда. Дон Фэшн Вик вы еще раз увидите. Вот так, собравшись в дружной компании, ассоциация в сфере легкой промышленности отмечает свою победу на Дон Фэшн Вик 2024. И это заслуга каждого участника команды Заиры Магомедиловой. Ведь над коллекцией из глубины веков работали мастера из разных городов и районов нашей республики. Команда была создана всего год назад, но уже зарекомендовала себя как настоящих профессионалов. Конечно, переполняла эмоции. Не то, чтобы мы не ожидали. Мы даже не знали, что вообще это конкурс. Мы просто привезли свою коллекцию, чтобы показать всему миру и россиянам, что Дагестан это настолько многогранная культурная республика, что мы можем вот просто даже это отобразить в наших костюмах. Сама коллекция состоит из 40 образов, которые были дополнены серебряными аксессуарами и головными уборами. Кроме того, дизайнеры придумали и необычные решения. Например, этот костюм уникален тем, что на спине изображена карта Дагестана. И выполнена она из каракуля. У нас, видите, как разнообразие самой меховой изделия, оно совсем здесь разное, да? Также в каждом отсеке в Дагестане присутствуют ремесла. Такие, как по дереву, по металлу, в общем, по меху, по валянию бурок. У нас очень много ремеслов, которые в Дагестане славятся. И я подчеркнула их разнообразием шкурок. Этот образ я создала в течение одного дня. А цвета, как вы отбирались, ткани, это тоже вас занимало? Цвета я подбираю по классику. Теперьшний классический стиль. Единственное, что я хотела подчеркнуть в своем мезопляре, врутуальность и мужество наших ребят. Нуренса Айдулова изобразила в купе разные дагестанские орнаменты. Вдохновившись юности работой своей бабушки, дизайнер решила воплотить детские воспоминания в реальность. Я просто видела, как моя бабушка разрисовывала такой вот старинный свой сундук красками. И вот там были вот именно вот такого плана орнаменты. Я даже сейчас помню, как я у нее спрашивала, а для чего? Почему именно так? Ну, видимо, как-то вот тогда меня это очень сильно впечатлило. И очень долгое время, я часто прислабывала у бабушки, и мне всегда хотелось что-то интересное создавать. Что хочется сказать именно об узорах, так как у нас все-таки Дагестан – это общая национальная такая интересная республика со своей культурой каждого народа. Вот эти узоры, они немножко такие вот, это некоторая коллаборация, да, наших общих дагестанских, нагайских узоров. Но, тем не менее, мне очень хотелось добавить сюда узоры своего народа. И это только часть образов, представленных на неделе моды. Каждая работа в этой коллекции была создана с уникальным принтом или вышивкой, отражающим колорит Дагестана, от высоких заснеженных гор до побережья Каспия и нагайских степей. Тамара Самедова, Хадиджи Дранкина, Магомед Магомедов, Шамиль Нурмагомедов. Новости ННТ, Махачкала. На 15 июня приходится День Арафа, один из самых значимых и ценных дней для мусульман. Тысячи дагестанцев в эти дни находятся на святых землях Мекки и Медины. Среди них и самый пожилой паломник Агабаба Кадыров, ему 94 года, и это его первый хадж. Родом дедушка из Докуспаринского района. Как вы себя держите в такой хорошей форме, что даже в хаджи смогли приехать? Всегда нормально держите. Ага, физкультуру делаете? Питание нормально бывает. И ходьба нормально бывает. Каждое утро тренировка. Каждое утро. А после обеда тоже большой круг. Но поэтому на ногах стоял. А если не делишь, останется, это тяжело будет. А сколько можешь, надо ходить и себя нормально видеть. И как-то я всегда хотел, хотел. Думал, сам уже в возрасте, начну зарабатывать, обязательно его отвезу. Этой мечтой жил много лет. И вот последний, в прошлом году я хотел отвезти, но что-то не все по нашей воле. По воле Всевышнего Аллаха он нас пригласил в этом году. В этом году приехали. Многие отговаривались. Из-за возраста, да? Из-за возраста, да. Ну, может, за него кто-то сделает. Я говорю, нет, почему? Он говорит, на полном ходу. Я говорю, мне фору дает, я за ним иногда не успеваю, он так быстро ходит. Я говорю, он сам сможет. Охот вокруг Аба Агабаба хотел выполнить пешком. Однако близкие настояли использовать для этого электромобиль, опасаясь за его здоровье. Отметим, что завтра начнутся основные обряды хаджи для всех паломников. Проверка животных, организация загонов для скота и благотворительные акции. В это воскресенье мусульмане и всего мира отметят Курбан-Байрам. В Дагестане в самом разгаре подготовка к празднику жертвоприношения. Как она проходит, узнавала моя коллега Амина София Ричинская. Ей слово. Курбан-Байрам или священный праздник всех мусульман Идаль Адха приходится в этом году на 16 июня. Этот праздник является одним из самых значимых в исламе. Он является апогеем паломничества, который призывает людей к добру, миру и пониманию. В эти дни, как и положено, повсюду идут подготовительные мероприятия к предстоящему празднику. Работники муфтиата совместно с представителями мэрии Махачкалы занимаются контролями организации специальных площадок для обрядов жертвоприношения. В этом году в столице выбраны две точки – площадка старого махачкалинского подрома на проспекте Насрудинова и территория у торгового дома Киргу. В исламе, у нас в религии, перед Всевышним Аллахом более ценно – это праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. И, конечно, это праздник, праздник, который Всевышний Аллах установил для нашей общины. И мы, согласно сунне пророка, следуя за пророком, выражаем радость, поздравляем друг друга, принимаем поздравления. Для дагестанских мусульман Курбан-Байрам – само собой значимый праздник, который они с нетерпением ждут каждый год. Весь мусульманский народ, родственники, семья – все с радостью ждут этого праздника. Все очень относятся к этому серьезно. Стараемся найти подходящего барана, порезать, обрадовать родственников, позвать. В общем, кругу семьи стараемся. Сейчас подготовка идет. Ищем, где взять, где порезать. Какие ощущения испытываете? Только праздничные. Важность и значимость таких праздников теперь знают и многочисленные гости региона. Здравствуйте. Как относитесь к празднику Курбан-Байрам? Вообще, что о нем знаете? Ну, как мне кажется, это праздник, когда как раз всем обездоленным и так далее. Это, значит, всех собирают, угощают баранина и так далее. Ну, от души всех поздравляю, так сказать, причастных. И мир вам благодать. Что знаете об этом празднике? Ну, наверное, серьезного ничего не знаю, потому что мы не местные. Мы относимся уважительно ко всей религии и к праздникам. Благотворительный фонд «Инсан» продолжает принимать заявки на жертвоприношение. Здесь все сделают за вас. Специальные пункты есть в разных городах республики. Самый главный из них расположен во дворе Джума-Мечети. Ориентировочная цена барана в Махачкале составляет 14 500 рублей. Последние годы жертвоприношения можно сделать и в пользу нуждающихся МИКи. Любой желающий может прийти, оставить заявку, и все из-за них мы делаем. И барашки покупаем, и имеется в виду, все делаем, весь обряд мы проводим. И какую часть они хотят, эту часть для них, до их дома тоже доставляем. Также у нас в Мекке представители фонда «Инсан» там находятся в данный момент. Они занимаются этим. Они все это делают, также закупают, закалывают все. И там же малоимущим, нуждающимся Мекке раздают это мясо. До праздника жертвоприношения остался один день. Обычно Курбан-Байрам отмечают три дня. То есть в этом году празднование продлится до вторника, 18 июня. Амина София Ильичинская, Шумиль Хирея Сулаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. И к новостям спорта. Дагестанский боец UFC Икрам Алискеров узнал имя своего нового соперника за неделю до боя. Средневест из Махачкалы принял поединок против третьего номера рейтинга дивизиона австралийца Роберта Уиттакера. Их бой 22 июня возглавит дебютный турнир лиги в Саудовской Аравии. Уиттакер должен был сойтись в октагоне с чеченским бойцом Хамзатом Чемаевым. Но из-за проблем со здоровьем тот вынужден был сняться с турнира. Для Икрам Алискерова этот поединок станет третьим в лиге. Два предыдущих он выиграл нокаутами. Махачкалинская «Динамо» усиливается перед новым сезоном. Первыми новобранцами в летнее межсезонье стали 22-летний Валентин Пальцев из КамАЗа и 19-летний Илья Кирш из Санкт-Петербургского «Зенита». Оба спортсмена играют на позиции защитника. Напомним, что команда на днях приступила к подготовке к сезону в российской премьер-лиге. Начальный этап проходит дома. До 20 июня футболисты будут тренироваться на базе клуба в Махачкале. А 22 июня «Динамо» отправятся в Писловодск. Там клуб из Дагестана будет работать три недели. Первый тур сезона в РПЛ запланирован на 20 июля. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также и в социальных сетях. Для вас в студии работала была Акмедова. Всего доброго, хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова